Книга пророка Осии И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаема, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему, «Нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева, и будет в тот день. Я сокрушу луг Израилев в долине Израиль». И зачала еще и родила дочь. И он сказал ему, «Нареки ей имя Ларухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую, и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками. И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он, «Нареки ему имя Лоамми, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, «Вы не мой народ», будут говорить им, «Вы сыны Бога Живаго». И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля». Говорите братьям вашим мой народ и сестрам вашим помилованное, «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынью, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждаю. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их, и поговорила, «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки». Зато вот я загоражу путь ее терными и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». А не знала она, что я, «Я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее, и смоковницы ее, о которых она говорит, «Это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и пылевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения аваалам, когда она кадила им, и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала», говорит Господь. «Посему вот, и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее, и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в одни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь. «Ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с присмыкающимися по земле. И лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу Тебя мне навек, и обручу Тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа. И будет в тот день. Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей, а сии услышит Израиль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, Ты мой народ, а он скажет, Ты мой Бог. И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомер и чменя и полхомер и чменя. И сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди и не будь другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без эфода и тарафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Слушайте слово, Господни сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником. И накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда. И не ходите в Галгал, и не восходите в Бефавен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо как упрямая телится, упорен стал Израиль. Посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем. Оставь его. Отвратительно пьянство их. Совершенно предались блудодеянию. Князья их любят постыдно. Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих. Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев, и преклоните ухо дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в массиве, и сетью, раскинутую на фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают, их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали. И гордость Израиля унижена в глазах их. И Израиль, и Ефрем падут от нечестия своего. Падёт и Иуда с ними. С овцами своими и валами своими пойдут искать Господа, и не найдут его. Он удалился от них. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в Геве, трубою в Раме, возглашайте в Беф-Авене, за тобою, Вениамин. Ефрем сделается пустынею в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это. Вожди Иудины стали подобно передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как в воду. Угнетён Ефрем, поражён судом, ибо захотел ходить вслед суетных. И буду как моль для Ефрема, и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану. И пошёл Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иореву. Но он не может исцелить вас, и не излечит вас от раны. Ибо я, как лев для Ефрема, и как скимен для дома Иудина. Я. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасёт. Пойду возвращусь в моё место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдём и возвратимся к Господу. Ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его. Итак, познаем. Будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его. И Он придёт к нам, как дождь, как поздний дождь, росит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и белых словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Галаат – город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего. Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарий, ибо они поступают лживо. И входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их. Они пред лицам моим. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, которая перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. День нашего царя, говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распылены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему, и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою. Как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Трубу кустам твоим Как орел налетит на дом Господень За то, что они нарушили завет мой И приступили закон мой Ко мне будут взывать Боже мой, мы познали тебя Мы – Израиль Отверг Израиль добрая Враг будет преследовать его Поставляли царей сами, без меня Ставили князей, но без моего ведома Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов Оттуда гибель Оставил тебя телец твой Самария Воспылал гнев мой на них Доколе не могут они очиститься Ибо и он – дело Израиля Художник сделал его И потому он не Бог В куски обратится телец Самарийский Так как они сеяли ветер То и пожнут бурю Хлеба на корню не будет у него Зерно не даст муки А если и даст То чужие проглотят ее Поглощен Израиль Теперь они будут среди народов Как негодный сосуд Они пошли к Ассуру Как дикий осел одиноко бродящий Ефрем приобретал подарками Расположение к себе Хотя они и посылали дары к народам Но скоро я соберу их И они начнут страдать от бремени царя князей Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха Ко греху послужили ему эти жертвенники Написал я ему важные законы мои Но они сочтены им как бы чужие В жертвоприношениях мне они приносят мясо И едят его Господу не угодно они Ныне он вспомнит нечестие их И накажет их за грехи их Они возвратятся в Египет Забыл Израиль создателя своего И устроил капище И Иуда настроил много укрепленных городов Но я пошлю огонь на города его И пожрет чертоги его Не радуйся, Израиль, до восторга Как другие народы Ибо ты блудодействуешь Удалившись от Бога твоего Любишь блудодейные дары на всех гумных Гумною точило не будут питать их И надежда на виноградный сок Обманет их Не будут они жить на земле Господней Ефрем возвратится в Египет И во Сирии будут есть нечистые Не будут возливать Господу вина И неугодные ему будут жертвы их Они будут для них как хлеб похоронный Все, которые будут есть, его осквернятся Ибо хлеб их для души их А в дом Господень он не войдет Что будете делать в день торжества И в день праздника Господня Ибо вот они уйдут по причине опустошения Египет соберет их Мемфис похоронит их Драгоценность имих из серебра Завладеет крапива Колючий терн будет шатрах их Пришли дни посещения Пришли дни воздаяния Да узнает Израиль Что глуп прорицатель Безумен, выдающий себя за вдохновенного По причине множества беззаконий твоих И великой враждебности Ефрем Страж подле Бога моего Пророк Сеть птицелова на всех путях его Соблазн в доме Бога его Глубоко упали они Развратились, как водни гивы Он вспомнит нечестие их Накажет их за грехи их Как виноград в пустыне Я нашел Израиля Как первую ягоду на смоковнице В первое время ее Увидел я отцов ваших Но они пошли к Ваалфигору И предались постыдному И сами стали мерзкими Как те, которых возлюбили У Ефремлен Как птица улетит Слава чудородия Ни рождения, ни беременности Ни зачатия не будет А хотя бы они и воспитали детей своих Отниму их Ибо горе им Когда удалюсь от них Ефрем, как я видел его до тира Насажден на прекрасные местности Однако Ефрем Выведет детей своих к убийце Дай им, Господи Что ты дашь им? Дай ему трубу нерождающую И сухие сосцы Все зло их в Галгале Там я возненавидел их За злые дела их Изгоню их из дома моего Не буду больше любить их Все князья их отступники Поражен Ефрем И сох корень их Не будут приносить они плода А если и будут рождать Я умерщвлю вожделенный плод у троба их Отвергнет их Бог мой Потому что они не послушались Его И будут скитальцами между народами Израиль Ветвистый виноград Умножает для себя плод Чем более у него плодов Тем более умножают жертвенники Чем лучше земля у него Тем более украшают они кумиры Разделилось сердце их Зато они и будут наказаны Он разрушит жертвенники их Сокрушит кумиры их Теперь они говорят Нет у нас царя Ибо мы не убоялись Господа А царь Что он нам сделает? Говорят слова пустые Клянуться ложно Заключают союзы Зато явится суд над ними Как ядовитая трава На бороздах поля За тельца Бефавина Вострепещут жители Самарии Восплачет о нем народ его И жрецы его Радовавшиеся о нем Будут плакать о славе его Потому что она Отойдет от него И сам он отнесен будет В Ассирию В дар царю Иореву Постыжен будет Ефрем И посрамится Израиль От замысла своего Исчезнет Самария и царь ее Как пена на поверхности воды И истреблены будут высоты Авина Грех Израиля Тернии и волчцы Вырастут на жертвенниках их И скажут они горам Покройте нас И холмам Падите на нас Больше нежели И во дни гивы Грешил ты, Израиль Там они устояли Война в Гаваоне Против сынов нечестия Не постигла их По желанию моему Накажу их И соберутся против них Народы И они будут связаны За двойное преступление Их Ефрем Обученная телиться Привычная к молодьбе И я сам возложу Ермо на тучную шею его На Ефреме будут верхом ездить Иуда будет пахать Иаков будет баранить Сейте себе в правду И пожнете милость Распахивайте у себя на вину Ибо время взыскать Господа Чтобы Он, когда придет Дождем пролил на вас правду Вы возделывали нечестие Пожинаете беззаконие Идите плоту лжи Потому что ты надеялся на путь твой На множество ратников твоих И произойдет смятение В народе твоем И все твердыни твои Будут разрушены Как Салман разрушил Бетарбел в день брани Мать была убита с детьми Вот что причинит вам Вифиль За крайнее нечестие ваше На заре погибнет царь Израилев Когда Израиль был юн Я любил его И из Египта вызвал сына моего Звали их А они уходили прочь от лица их Приносили жертву ваалам И кодили истуканам Я сам приучал Ефрема ходить Носил его на руках своих А они не сознавали Что я врачевал их Узами человеческими влек я их Узами любви И был для них Как бы поднимающий ермо С челюсти их И ласково подкладывал пищу им Не возвратится он в Египет Но Ассур Он будет царем его Потому что они не захотели Обратиться ко мне И падет меч на города его И истребит затворы его И пожрет их за умыслы их Народ мой закоснял В отпадении от меня И хотя призывают его к горнему Он не возвышается единодушно Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как садомою? Сделаю ли тебе, что сиваиму? Повернулось во мне сердце мое Возгорелась вся жалость моя Не сделаю по ярости гнева моего Не истреблю Ефрема Ибо я Бог, а не человек Среди тебя святый Я не войду в город В след Господа пойдут они Как лев, он даст глаз свой Даст глаз свой И встрепенутся к нему Сыны с запада Встрепенутся из Египта, как птицы И из земли ассирийской, как голуби И вселю их в дома их Говорит Господь Окружил меня Ефрем ложью И дом Израилев лукавством Иуда держался еще Бога И верен был со святыми Ефрем пасет ветер И гоняется за восточным ветром Каждый день умножают ложь и разорение Заключают они союз с Ассуром И в Египет отвозится Елей Но и с Иудою у Господа суд И он посетит Иакова по путям его Воздаст ему по делам его Еще во чреве матери Запинал он брата своего А возмужав, боролся с Богом Он боролся с ангелом И превозмог Плакал и умолял его В Вифилии он нашел нас И там говорил с нами А Господь есть Бог Саваоф Сущий Иегова имя его Обратись и ты к Богу твоему Наблюдай милость и суд И уповай на Бога твоего всегда Хананейнин с неверными весами в руке Любит обижать Ефрем говорит Однако я разбогател Накопил себе имущество Хотя во всех моих трудах Не найдут ничего незаконного Что было бы грехом А я Господь Бог твой От самой земли египетской Опять поселю тебя в кущах Как во дни праздника Я говорил к пророкам И умножал видения И через пророков употреблял притчи Если Галаад сделался Авином То они стали суетны В Галгалах заколали в жертву тельцов И жертвенники их стояли Как груды камней на межах поля Убежал Иаков на поля сирийские И служил Израиль за жену И за жену стерег овец Через пророка выбил Господь Израиля из Египта И через пророка он охранял его Сильно раздражил Ефрем Господа И зато кровь его оставит на нем И поношение его Обратит Господь на него Когда Ефрем говорил Все трепетали Он был высок в Израиле Но сделался виновным через Ваала И погиб И ныне прибавили они ко греху Сделали для себя литых истуканов Из серебра своего По понятию своему Полная работа художников И говорят они Приносящим жертву людям Целуйте тельцов Зато они будут Как утренний туман Как роса скоро исчезающая Как мекина свиваемая с гумна И как дым из трубы Но я Господь Бог твой От земли египетской И ты не должен знать Другого Бога Кроме меня И нет спасителя Кроме меня Я признал тебя в пустыне В земле жаждущей Имея пажити Они были сыты А когда насыщались То превозносилось Сердце их И потому они забывали меня И я буду для них Как лев Как скимен Буду подстерегать При дороге Буду нападать на них Как лишенная Детей медведица И раздирать В местилище Сердце их И поедать их там Как львица Полевые звери Будут терзать их Погубил ты себя Израиль Ибо только во мне Опора твоя Где царь твой теперь Пусть он спасет тебя Во всех городах твоих Где судьи твои О которых говорил ты Дай нам царя И начальников И я дал тебе царя Во гневе моем И отнял В негодовании моем Связано в узел Беззакония Ефрема Сбережен его грех Муки родильницы Постигнут его Он Сын неразумный Иначе не стоял бы долго В положении Рождающихся детей От власти ада Я искуплю их От смерти Избавлю их Смерть Где твоё жало Ад Где твоя победа Раскаяния в том Не будет у меня Хотя Ефрем Плодовит между братьями Но придёт Восточный ветер Поднимется ветер Господень Из пустыни И сохнет Родник его И иссякнет Источник его Он опустошит Сокровищницу Всех драгоценных Сосудов Опустошина будет Самария Потому что восстала Против Бога своего От меча падут они Младенцы их будут Разбиты И беременные Их будут Рассечены Обратись Израиль Господу Богу твоему Ибо ты упал От нечестия Твоего Возьмите с собой Молитвенные слова И обратитесь Господу Говорите ему Отними Всякое Беззаконие И прими Во благо И мы Принесём Жертву Уст наших Ассур Не будет Уже Спасать Нас Не станем Садиться На коня И не будем Более Говорить Изделия Рук Наших Боги Наши Потому что У тебя Милосердие Для сирот Уврачую От падения Их Возлюблю Их По благоволению Ибо Гнев Мой Отвратился От них Я буду Рассою Для Израиля Он Расцветёт Как лилия И пустит Корни Свои Как ливан Расширится Ветви Его И будет Красота Его Как маслины И благоухание От него Как от ливана Возвратятся Сидевшие Под тенью Его Будут Изобиловать Хлебом И расцветут Как виноградная Лоза Славны Будут Как вино Ливанское Что Мне ещё За дело До идолов Скажет Ефрем Я Услышу Его И призрю На него Я буду Как зеленеющий Кипарис От меня Будут Тебе Плоды Кто Мудр Чтобы Разуметь Это Кто Разумен Чтобы Познать Это Ибо Правы Пути Господни И Праведники Ходят По ним А Беззаконные Падут На них Редактор субтитров